Всем привет, ребята! Сегодня у меня будет честный обзор телефона PPTV King 7. Давайте вообще расскажу предысторию, как он мне попался на обзор. Я, если честно, вообще не знал такого бренда, и мне люди просто начали писать в комментариях, задавать вопросы на стриме. Будешь ли ты заказывать PPTV King 7 на обзор? Я думаю, блин, да что за PPTV King? Какой-то, наверное, ноунейм китаец, подвальная сборка. Потом посмотрел, смотрю, характеристики-то интересные. Ну, здесь 6 дюймов, здесь 2K экран, что очень как бы странно, да? 2K экрана обычно ставят только во флагманы. Металлический корпус, восьмиядерный процессор Helio X10, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти. Камера на 13 мегапикселей, фронтальная камера на 8 мегапикселей и батарея на 3610 мА. И стоило это все тогда, когда я покупал примерно 110-115 долларов. То есть, считайте сами, ну, примерно где-то 7 тысяч рублей. И, естественно, мне стало интересно, я посмотрел, другие блогеры тоже делают обзоры, и у них много просмотров они собирают. Ну, я себе тоже решил заказать. Вот, попользовался, сейчас расскажу вообще, что это за зверь такой, стоит ли его покупать. Ну, во-первых, смотрите, как нас компания PPTV King хочет задобрить, наверное, сначала. Все приходит от вот такой коробки. Не знаю почему, но мне такие коробки нравятся. Она, во-первых, большая, во-вторых, она вот такая вот черная, стильная. И вот здесь сзади тоже указаны все характеристики, но тут все на китайском. Поэтому единственная вот проблема, которая мне не очень понравилась, это Android 5.1. Потому что уже есть Android 7, а здесь еще до сих пор 5.1. Ну, хотя бы шестерочку бы сюда поставили. А в остальном характеристики все отличные. 4G телефон поддерживает. И давайте посмотрим, что у нас в комплекте. Вот так это все красиво смотрится. Значит, здесь у нас кабель USB, microUSB. Но почему-то кабель белый. Наверное, в цвет телефона они решили его сделать, потому что у этого телефона нет черного цвета. Только есть белый с серой задней крышкой и белый с золотой задней крышкой. Я заказал себе с серой задней крышкой. И, естественно, вот такая вот зарядочка. Тоже она белая, не быстрая зарядка. Выдает она 5 вольт 2 ампера. И конверт. Конверт с документацией. Плюс здесь еще есть вот такая вот скрепка. Тоже фирменная со значком P. Фирменный значок P. Здесь он на телефоне также нарисован. Кстати, это не кнопка. Это просто такой индикатор, когда вам приходят какие-то уведомления, он загорается. И когда вы заряжаете телефон, он тоже горит, вот этот значок. Ну и в конверте документация. Вся она на китайском языке, потому что этот телефон чисто для Китая. То есть это такой true китайский телефон. Он даже на международных рынках вообще нигде не продается. Поэтому, если вы хотите этот телефон себе приобрести, вам по-любому придется его заказывать в Китае. Либо уже ехать самому в Китай и там покупать. Все, больше ничего в комплекте нету. Ну что, давайте я сейчас покажу вам сразу лоток под сим-карты. Какой здесь лоток? Лоток здесь с левой стороны располагается, как всегда. Это на большинстве телефонов такое расположение. И здесь вот такой вот длинный лоток. Сюда вы можете установить либо две сим-карты, причем одна сим-карта формата micro, другая nano. Либо, допустим, поставить одну микро-сим-карту и еще одну microSD-карту, то есть флешку. Переходим к самому телефону. Чисто внешне я даже не знаю, на что он похож. Мне кажется, здесь абсолютно уникальный дизайн. Ну, если так вот примерно говорить, то мне кажется, что больше он похож на какой-то LG G3. Он здоровый, конечно здоровый, потому что экран здесь 6 дюймов. Не всем подойдет, но у меня вот в руку он спокойно вмещается. И еще мне понравилось, что здесь очень маленькие рамки. То есть снизу очень узенькая рамка, маленькая. А сверху она еще меньше. Посмотрите, какая она маленькая. И по бокам тоже рамки достаточно маленькие, но присутствует черная полоса. Вот такая вот, особенно с боков она сильно жирная. Снизу она чуть-чуть потоньше. И поэтому как-то не очень это смотрится, да, на первый взгляд. Многих это раздражает. Ну, я уже тоже к этому привык. По поводу того, как он лежит в руке, мне нравится. Он не сильно широкий, не сильно высокий. То есть он у меня вот в обхвате нормально ложится в руку. Кнопки расположены тоже удобно. Это кнопка включения, это регулировки громкости. Причем как-то они странно сделали. Кнопка включения имеет вот такую какую-то рифленую текстурку. То есть как пилочка для ногтей. А эта кнопка обычная. Почему они не могли ее сделать такой же, я не знаю. Сверху у нас разъем под наушники и инфракрасный порт. С этого телефона можно управлять своим телевизором. Разъем под сим-карты. И здесь у нас динамик. И разъем под зарядку с микрофоном. На задней стороне у нас логотип PPTV. Вот такой вот он. Он вдавлен в корпус, то есть он не сотрется со временем. Это у нас металлическая крышка полностью. Но есть пластиковые вставки снизу и сверху. Это уже тоже на многих телефонах такая штука есть. И на Xiaomi, и на Meizu. Когда вот идет основная часть сделана из металла. А пластиковые вставки сверху и снизу для вывода антенн. То есть чтобы сигнал лучше проходил, они делают именно вот эти пластиковые вставки. Ну ладно, переходим теперь к дисплею. 6 дюймов, разрешение 2К. Это мой первый телефон с разрешением 2К. И конечно, разницы особой, если честно, я не заметил. Между 2К и Full HD. Да, хороший экран. Да, здесь очень высокая яркость. Ну прям очень высокая. Вот у меня сейчас на половине всего стоит. И мне и то кажется, что очень ярко. Углы обзора отличные. Это IPS, OGS, матрица. То есть нет воздушной прослойки. Углы обзора почти максимальные. Ну и давайте покажу вам максимальную яркость. Максимальная яркость это просто жесть. Вот, посмотрите. Я думаю, с этим телефоном вам хватит яркости 100%. Есть, естественно, автояркость. Да, кстати, забыл сказать. Здесь же нету кнопок сенсорных, вот на этой панели. Здесь кнопки, они все наэкранные. Поэтому они занимают часть дисплея. Видите, вот эта черная полоса здесь. Поэтому можно сказать, что здесь полезная площадь экрана. Не 6 дюймов, а 5,90 с чем-то. То есть, потому что вот эти кнопки, они занимают какую-то часть. Картинки. Картинки выглядят очень классно, очень детализировано. Цветопередача мне тоже очень нравится. Такое чувство, что вы смотрите на какой-то очень такой дорогой телевизор или монитор. Картинка просто выглядит шикарно. Причем еще вы можете видео смотреть на YouTube тоже в качестве выше, чем Full HD. Давайте я вам сейчас тоже покажу. И максимальное качество видео, которое вы можете смотреть на YouTube, это 1440p. Давайте покажу вам, как это смотрится. Немного у меня экран заляпанный. Здесь не очень хорошая олеофобка, поэтому экран достаточно быстро загрязняется. Вот, вот как это смотрится. Видео смотреть на этом телефоне просто одно удовольствие, реально. Видео смотреть, играть, потреблять какой-то контент, картинки смотреть, в социальных сетях сидеть. О, смотрите. Ну просто чудо. Реально чудесный экран. Но, ребята, за пользование 2К-экраном придется вам немного заплатить. Чем заплатить? Это батареей. Потому что чем выше разрешение, тем быстрее у вас сажается на телефоне батарея. И у меня не зря здесь Galaxy S7 лежит. И здесь можно выставить в настройках разрешение, какое вам надо. То есть вы можете поставить здесь и 2К разрешение, и Full HD. Просто заходите в дисплей. Здесь разрешение экрана. И выставляете, какое вам нужно. Допустим, чтобы играть в игры, я вам советую ставить HD. Потому что чем ниже разрешение, тем плавнее идет картинка, тем больше FPS. Если вы хотите посмотреть какой-то фильм в высоком качестве, вы можете поставить самое высокое разрешение. И это очень удобно. Здесь же такого нет. Здесь как стоит вот этот 2К по умолчанию. И в настройках его изменить нельзя. Я смотрел, что можно поставить определенную там программу. Но для этого нужен рут. То есть для этого придется немного заморочиться, почитать форумы, поставить рут, поставить эту программу. И уже с помощью вот этого метода изменить разрешение экрана. Тогда, естественно, качество картинки немного понизится. Но зато у вас телефон больше проживет от батареи. И лучше будут идти на нем игры. Далее о производительности. Производительность здесь, если честно, какая-то странная. Здесь используется старый процессор Helio X10, на котором уже сейчас ничего не выпускается. Сейчас уже анонсировали Helio X30. А здесь до сих пор еще и X10. Но он неплохой. Он был топовым в 2015 году. Здесь 8 ядер. Ядра с высокой частотой 2 ГГц. Аналогический процесс 28 нанометров. Это не очень хорошо. Почему? Потому что телефон будет греться. И да, он греется. Я вам сразу скажу. В играх в тяжелых он немного так нагревается. Видеоускоритель здесь установлен от PowerVR. И это хорошо. Почему хорошо? Потому что здесь не поставили какой-нибудь говеный Mali. PowerVR это хорошая контора. Они делают видеоускорители для айфона. То есть здесь видеоускоритель примерно такого же уровня, как на айфоне 5s. И здесь еще мы имеем 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 32 ГБ встроенной памяти. По тестам производительности. Geekbench 4 набрал 780, ну практически 800 в одноядерном режиме и около 3000 в многоядерном. Antutu 52 тысячи баллов. Дальше у нас Epic Citadel. Причем я протестировал в двух разрешениях. Вы видите здесь 2К, 27 кадров показал. И чуть-чуть понизил разрешение для Duo Full HD и уже 32 кадра. То есть вы видите, что чем ниже разрешение, тем легче видеоускорителю будет обрабатывать картинку. Соответственно, FPS будет больше. И результаты AndroBench теста. Этот тест тестирует скорость чтения, записи внутренней памяти. И здесь, если честно, я ожидал худшего, но телефон показал неплохие результаты. У меня для примера есть телефон Xiaomi Redmi Note 4X, современный, новый. На новом процессоре, на новом техпроцессе. И он показывает примерно те же результаты. Даже в некоторых случаях он проигрывает PPTV King. То есть память здесь используется тоже достаточно быстро. Ну и что ж, раз уж я уже заговорил о производительности, скажу, что, естественно, ничего не лагает. Очень быстро все откликается, очень быстро система работает. Этого процессора хватает для повседневных каких-то задач. Давайте покажу вам еще игрушку. Самая сложная игра, ну, одна из самых сложных, это World of Tanks, которая нагружает и видеоускоритель, и процессор. Сейчас я запущу и поставлю прям самые-самые высокие настройки, чтобы прям очень нагрузить этот телефон, посмотрим, справится он или нет. Так, ну что, начинаем. Здесь есть счетчик FPS, очень удобно смотреть. 22 кадра, 24. Ну, я думаю, что если вы разбираетесь, то вы знаете примерно, что 30 кадров это минимальное значение, при котором можно играть. Ниже 30 уже неприятно, уже появляются такие некие тормоза. И здесь они тоже есть. 23 кадра. То есть на максималках поиграть, ну, можно, конечно, но не очень классно. Ух ты, как он необычно тут. Да ё-моё! Тупые, блин, кирпичи. Ну-ка, давайте я его сейчас... Ух ты, попал, попал! Да ё-моё, надо уезжать отсюда. Он меня сейчас загасит. 19 кадров. Ай-яй. 30. Ну всё, меня загасили. Пока я тут тележился. Ну, я думаю, вы поняли, да? Вообще, я хочу сказать, что все игрушки пойдут на этом телефоне. Абсолютно все. Самые новые, самые требовательные, они все пойдут. Потому что здесь ещё до сих пор годное железо, мощное. Но единственное, что, естественно, не на высоких настройках. Тем более, вот этому телефону мешает его разрешение 2К. Если бы здесь можно было переключиться на Full HD или вообще на HD, то World of Tanks шла бы, я думаю, кадров 40-50. Это точно на высоких настройках. Но здесь 2К, поэтому оно вот немного душит, душит телефон в играх. Кстати, вот эти кнопки на экране, их можно поменять местами. Если вам не нравится, когда у вас кнопка назад справа находится, можно её переместить вот сюда. А эту кнопку, соответственно, наоборот, направо. Ещё я забыл сказать, что у этого телефона используется 2.5D стекло. То есть, оно немного закруглено краям. Ещё я боялся, что этот телефон дешёвый, значит, здесь должен быть плохой тач. То есть, плохой тач – это самое, пожалуй, мерзкое в телефоне. Когда вы тупо не можете управлять телефоном, это уже ничего не спасёт. Можно стерпеть плохую камеру, можно стерпеть плохую производительность. Но когда тач глючит, это базовая вообще функция в телефоне, это стерпеть невозможно. И здесь 5 одновременных касаний. Да, это не максимальное значение. Максимальное значение – это 10 касаний, когда все пальцы рук у вас считываются. Но здесь 5 касаний, и этого тоже хватает. Никогда у меня не было проблем с тачем. Зря я, короче, переживал и волновался. Следующее – это звук. Обычно в больших телефонах устанавливают мощные динамики, чтобы они играли громко, чтобы их можно было услышать. Здесь динамик тоже по внешнему виду большой. Посмотрите, сколько вырезов под динамик. Давайте я вам сейчас покажу, как он звучит. Поставлю максимальную громкость. Немного перемотаю, чтобы был припев. Знаете, динамик мне понравился. Он и громкий, и качественный. То есть звук реально басистый. Причем, если вам даже не хватит этой громкости, хотя я думаю, что ее всем хватит, послушать музыку нормально, можно еще ее увеличить в инженерном меню. А насчет батареи. Батарея здесь на 3610 мА. В принципе, неплохой объем, немаленький. Но все-таки телефон садится достаточно быстро. Например, у меня он жил максимум один день. Я не смог с ним проходить там полтора дня, два дня уже тем более. Приходится заряжать каждый день. Причем нету здесь быстрой зарядки, вам придется его долго заряжать. Но здесь вы сами понимаете. Здесь, во-первых, мощный восьмиядерный процессор, еще по 28 нанометрам по устарелому техпроцессу. Шестидюймовый большой экран. Плюс еще разрешение 2К. То есть все эти факторы, они очень много жрут энергии. По-хорошему, здесь нужна батарея так тысяч на пять. Но тогда бы уже увеличилась бы и цена этого телефона, и увеличилась бы толщина, и вес, соответственно, увеличился. Далее про камеры. Камера 13 мегапикселей задняя и 8 мегапикселей фронтальная. Но знаете, если честно, камеры мне здесь понравились, но я все-таки ожидал большего. Вот так вот, кстати, выглядит приложение камеры. Сначала я как-то в нем не сильно разобрался. Я даже не знал, как переключиться на видео. Я начал тыкать вот эти вот, значит, значки. Тут у нас все на английском. Здесь разные эффекты. Дальше я вот это тыкал. Здесь тоже фильтры. Вообще на китайском языке эти фильтры. Я, блин, думаю, ну а как видео-то включить? Обычно на телефонах есть две кнопочки. Здесь фото, здесь видео. Здесь такой кнопки нет, потом я только догадался, что нужно сделать свайп. Делаете свайп и у вас активируется режим видео. Кстати, этот телефон умеет записывать видео в 4К. Я тоже был удивлен, потому что телефон за 6-7 тысяч умеет записывать видео в 4К. Это вообще как-то странно. Но видео это записывается в формате 3GP. То есть это как-то уже странно. Это старый формат и размер файла очень маленький. То есть нельзя это назвать полноценным каким-то 4К. Но я вам тоже покажу пример этого видео, вставлю его в видеоролик. И по фото. Фото, в принципе, нормальное. По детализации нормальное. Вот я фотал газету с очень такого дальнего расстояния. И здесь вот если приближать, все читаемо. Видите, да? Бриллианты. Не самый частый подарок на 8 марта. Все можно прочитать. То есть какие-то конспекты пофотать. Какие-то объявления пофотать. Телефон справляется с этим. Фронтальная камера на 8 Мп. Если начинаешь приближать, то видно все шумы. Видно, что камера не самого лучшего качества. Но если не приближать, если вот так посмотреть, то в принципе нормальный снимок. Кстати, фронтальная камера по умолчанию почему-то делает фотографии в формате 16 на 9. То есть они на весь экран. А основная камера, она делает 4 на 3. То есть остаются черные полосы по бокам. Вот это снимок на основную камеру. Чем мне она не понравилась? Тем, что она немного желтит. Все фотографии получаются какими-то желтыми. Вот если вот так посмотреть. Посмотрите, какое-то небо немного желтоватое. Здесь все какое-то желтое. То есть если бы я фотал на эту камеру, я бы их потом, эти фотографии вручную, менял бы. Менял бы им цветопередачу, ставил бы более холодную. Но если вообще говорить по качеству, то оно неплохое. Именно вот эта цветопередача все портит. Детализация неплохая. Ну что ж, а теперь я вам покажу примеры фото. Пример видео. Вы уже сами оцениваете камеру. Я бы ей поставил, наверное, 4 с минусом из 5 баллов. Теперь что касаемо прошивки. Когда только телефон ко мне пришел, я его включил, и там началась вот эта стандартная настройка Android. Ну вы знаете, там выберите язык, поставьте время, активируйте Wi-Fi, зайдите в свой Play Market аккаунт. Я когда выбирал язык, там не было русского языка. Я испугался, думаю, блин, придется его перепрошивать, русского языка нету. Опять надо читать эти формы на ФПДА, качать прошивки, все это делать самому. А потом мне люди в комментариях написали, они говорят, ты зайди в настройки и выбери здесь язык. Здесь можно поменять язык. И на самом деле это так. Заходите в настройки, здесь будет пункт Advanced. Вот почему-то не переведенный он только. И здесь язык. Где тут язык? Вот он. Язык и вот. Язык. И здесь куча языков. Но почему-то они все недоступны, когда вы именно настраиваете телефон. Там доступно всего пару языков, несколько китайских и английский. Ну и все, я сюда зашел, русский язык поставил. И у меня сейчас телефон на русском языке. У меня есть Play Market. Никаких китайских здесь приложений ненужных мне не было. Я прошивку не трогал. То есть, как он мне пришел, я на ней и сижу. Прошивка нормальная. Плевается она PPOS UI 2.0. Есть обновление системы по воздуху. Вот давайте сейчас попробую нажать. Не, обновления нет. Самая последняя прошивка установлена. Ну и пару слов о прошивке. Она очень похожа на все китайские прошивки. Здесь нету меню приложений. Здесь все приложения как на iOS. На рабочем столе. То есть, как вы только устанавливаете приложение, оно сразу сюда вот устанавливается. Особо здесь каких-то настроек интересных нету. Функционал, конечно, поменьше, чем в тех же MIUI и Flyme. Но можно поставить какой-нибудь лаунчер. Можно этот телефон перепрошить. Я смотрел на FOPDA. Много есть разных прошивок. Поэтому, если вас вот эта родная прошивка не устраивает, вы можете ее поменять. Вот. Ну и еще телефон поддерживает наши 3G, 4G. То есть, со связью здесь тоже никаких проблем. Wi-Fi, естественно, работает как надо. GPS я тоже проверял. Тоже все работает. В общем, ребят, реально получился интересный телефон. Вот если бы мне подписчики не сказали про этот телефон, я бы про него даже не узнал. Потому что я вот как-то зациклен на Meizu, Xiaomi, какие-нибудь там OnePlus, ZTE. Эти марки все знают. А вот этот PPTV King я бы реально про него даже и не узнал. Вот купил его себе. Реально ставлю ему на четверку из пяти баллов. Потому что за такие деньги я считаю, что это реально один из самых лучших вариантов. Он навороченный. Можно там перед друзьями похвастаться, что у вас 2K экрана, а у них там какой-нибудь вообще HD только. У вас тут восьмиядерный процессор, у вас тут 3 ГБ оперативки. Камера фронтальная у вас здесь на 8 Мп, хотя снимает она на честных где-то 2 Мп. Вот. Ну и 32 ГБ встроенной памяти тоже немало, да, согласитесь. 32, я думаю, всем хватит. Так что, ребят, нормальный телефон получился. Я не знаю, я бы даже сам им пользовался. Единственное, вроде что сейчас их сложно найти. Я смотрел, их уже прекращают немного продавать. Потому что, скорее всего, уже выпуск этих телефонов просто завершился. И сейчас уже продают остатки. Но я все равно оставлю ссылку, где этот телефон покупал. Можете воспользоваться кэшбэком Letyshops, тогда еще больше сэкономите на своих покупках. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Дима. Всем пока.